Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить уходу за кожей в климактерическом периоде, в периоде менопаузы. На самом деле не так уж сильно отличается уход с наступлением климактерия от ухода, например, 40+, когда еще менопауза далеко. Потому что проблемы решаем мы косметическими средствами примерно одни и те же. Другое дело, что при наступлении менопаузы зачастую негативные какие-то явления, проблемы с кожей некоторые, о которых мы сегодня поговорим, они усугубляются и бывает это наступает достаточно резко. И еще есть такой момент, менопауза бывает не только естественная, она может быть еще и искусственной, так называемой менопаузой, когда по медицинским показаниям женщина лишается, например, яичников и у нее гормоны функционируют уже не так, как у здорового человека. И проблемы, которые характерны чаще все-таки для возрастной группы 50+, они могут, как говорится, постигнуть и раньше, если такая беда случилась. Что мы можем сделать с кожей? Ну, прежде всего, надо понять, какие проблемы мы должны решить. Основные проблемы кожи в климактерическом периоде – это сосудистые проблемы, они начинают прогрессировать в это время. Пигментация. Пигментация вообще, чем старше возраст, тем, как говорится, с ней хуже обстоят дела, потому что уже в возрастной группе 40-45+, меланоциты ведут себя немножко по-другому. Они начинают группироваться, вместо того, чтобы распределяться равномерно, и поэтому мы получаем пигментные пятна. Зачастую пигментные пятна могут быть расположены глубоко в дерме, и дермальную пигментацию косметическими средствами наружными убрать нереально. С ними, с этими пятнами, порой даже лазерные методики не могут справиться. Кроме того, с отступлением менопаузы может резко ухудшиться тургор кожи, то есть появляется дряблость, углубляются морщинки мимические, статические, актинические. Те, которые были и не были сильно выражены, они могут резко, как говорится, выраженность эту увеличить. И, естественно, кожа с возрастом начинает обновляться более замедленно, то есть эпидермис обновляется уже не за месяц, как, например, между 20 и 30 годами, а уже гораздо дольше нужно времени кератиноцитам, чтобы обновиться полностью роговому слою, чтобы молодые кератиноциты на базальной мембране эпидермиса успели родиться и пройти все свои пути, которые они проходят на пути от базальной мембраны к роговому слою. И это выражается тусклым цветом лица, то есть замедленный цикл обновления кожи, он выражается тусклым цветом лица. Тусклый цвет может быть и из-за сосудистых проблем, то есть из-за ишемии, из-за склонности к отечности, пастозности, это тоже дает тусклый цвет, но замедленное обновление, утолщенный роговой слой дает вот этот тусклый цвет со своей стороны также. Что мы можем сделать для решения этих проблем? Для решения этих проблем мы можем использовать определенные косметические ингредиенты, определенные средства, активные, так называемая, чаще всего это тяжелая артиллерия все-таки косметики, анти-эйдж, и решать вот эти проблемы при помощи вот этих компонентов в регулярном уходе. Какие ингредиенты, на какие ингредиенты в составе ваших косметических средств стоит обращать внимание? Ну, в первую очередь, конечно, как и в менопаузальном периоде, так и вообще в категории 40+, естественно, самым главным царем, можно сказать, у анти-эйдж ухода является у нас ретинол, активный ретинол. Но не для всех зачастую он показан, все-таки активный ретинол имеет определенные побочные действия. У нас есть достаточно много видео, где говорится о нюансах применения ретинола. Возможно, где-нибудь там его подвесим, можете посмотреть на какое-нибудь из этих видео. Но ретинол, он предполагает нюансы применения определенные, от него может возникать ретинол и дерматит, то есть он не всегда комфортен в применении, и поэтому к применению активного ретинола человек должен быть морально готов и не иметь проблем с чувствительностью кожи, не иметь каких-то склонностей к раздражению, активных воспалений и так далее. И каких-то патологий кожных, а-ля розация, при которых применение ретинола будет некомфортным. Помимо ретинола у нас есть и более мягкие средства, которыми мы можем решать проблему дряблости кожи, например. Это пептиды, пептиды ремоделирующие, в частности в этом участвуют в первую очередь, это такие пептиды, как релистаз, как матриксил, это различные, это три пептид меди тот же. То есть это все пептиды, которые есть, например, на нашей сыворотке 5 пептидов. Также, естественно, в комплекс могут включаться и пептиды мерилоксанты, потому что излишняя мимика, она только способствует углублению мимических марщин, поэтому лиофасил, аргирелин, синеик, все вот эти мерилоксантные пептиды тоже могут присутствовать. Но одних их будет уже мало. Соответственно, помимо пептидов есть антиоксидантные средства, там нам уже нужна большая концентрация антиоксидантов, то есть это не какие-то минимальные дозировки витаминов А, С, Е, а это уже будет достаточно большие концентрации. Это ресвератролы, витамина С, желательно, чтобы еще и липосомальная форма, например, присутствовала, как в сыворотке Сиэнерджи. Это может быть дегидрокверцетин липосомальный, это может быть, ну, естественно, как вспомогательный могут быть и витамин Е, и другие антиоксиданты из растительного происхождения тоже присутствовать, но антиоксиданты нам важны. Как правило, мы используем стабильную форму витамина С и другие антиоксиданты, например, в первой половине дня, а вечером используем ретинол, либо пептиды, либо как-то комбинируем это по-другому, но ретинол всегда будет вечером, если мы решились его использовать. Проблему пигментации мы решаем при помощи отбеливающих компонентов. Это могут быть и кислоты, например, альфа-гидроксикислоты, как в сыворотке альфа-дерма, миндальная и другие кислоты из комплекса ахокислот. И это может быть коевая кислота, это может быть арбутин, это могут быть специализированные отбеливающие компоненты. Также существуют пептиды с отбеливающим действием, например, мионастатин, поэтому ищем вот эти компоненты. Сосудистые проблемы мы решаем при помощи вазопротекторов. Это будет троксирутин, экстракт иконского каштана, листьев красного винограда и так далее. То есть и антиоксиданты многие, алиониацинамид, например, они тоже являются сосудоукрепляющими компонентами. Тусклый цвет мы решаем проблему эту при помощи регулярного отшелушивания. Мы можем использовать энзимные маски, можем использовать легкие пилинги с ахокислотами, например, и не сильно низкий МПА, чтобы не повредить кожу. Потому что в менопаузе ресурс восстановления кожи, он уже ниже, чем, например, в более молодом возрасте. То есть все заживает медленнее, восстанавливается кожа поврежденная медленнее. Поэтому какие-то агрессивные пилинги я бы уже с наступлением менопаузы не рекомендовала делать. И агрессивные, например, лазерные шлифовки и так далее, процедуры, которые не связаны вообще с применением косметики. Также в менопаузальном периоде есть такое негативное явление, очень некомфортное для женщин, как приливы. То есть приливы могут сопровождаться и выступлением испарина, и всякими сосудистыми тоже реакциями вегатососудистыми. И поэтому нужно обратить внимание на более легкие текстуры, более прозрачные тональные основы, которые не поплывут у вас, как говорится, в момент этого прилива. Или не будут создавать ощущение пленки на лице, если у вас пока еще вегетативная система нестабильно вот так реагирует на изменение гормонального фона. Вот, собственно, основы ухода. То есть, как вы видите, ничем сильно и принципиально он не отличается от ухода просто антиэйдж в возрастной группе 35-40-45+. Но определенные нюансы есть, на которые нужно сделать акцент, и при помощи косметических средств мы можем сделать кожу ухоженной, мы можем помогать дольше ей оставаться с хорошим цветом лица, достаточно здоровой. И вообще косметика Гильтек, например, идеологии своей ставит в первую очередь именно оздоровление кожи, а не какую-то эфемерную бьютификацию. Поэтому изучайте косметические ингредиенты, интересуйтесь, задавайте нам вопросы под видео, мы с удовольствием будем на них отвечать. Делитесь своим опытом, что вам больше нравится, если вы, например, тоже с этой проблемой столкнулись, и это будет полезно для наших подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик тоже не забудьте нажать, чтобы узнать о выходе новых видео. Всего вам доброго!